17 сентября в Забайкальском крае начался отопительный сезон. Вместе с теплом в город вернулись и серые тучи дыма. К концу 2024 года объем загрязняющих выбросов планировалось снизить не менее чем на 20%. Именно такая цель была поставлена региональному проекту «Чистый воздух». Для реализации данного проекта был разработан очень обширный, хоть и сомнительный план мероприятий. Ликвидация котельных, развитие троллейбусных линий на КСК и Каштаг, сокращение количества личного автотранспорта. 10 марта 2020 года в адрес Росприроднадзора на согласование направлена заявка Минприроды Забайкальского края на предоставление в 2020 году бюджету Забайкальского края ассигнование в размере 860 миллионов рублей на проведение данных работ. Но так как у нас в Российской Федерации случилась пандемия коронавируса, денежные средства с участников всех городов, которые вошли участниками в эту программу, были сняты в Резервный фонд Российской Федерации. Напомним, сроки исполнения нацпроектов были сдвинуты с 2024 на 2030 год. Новые национальные цели, поставленные после обнуления сроков Владимиром Путиным, несут за собой снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ в Чите в два раза. Сделают это якобы за счет расселения аварийного частного сектора с печным отоплением, перевода автотранспортных средств на альтернативные виды топлива и газификации региона. Планы более чем грандиозные, вот только чтобы их осуществить, нужно непрерывно заниматься этим вопросом. А у нас, как всегда, отзвонил из колокольни долой. Что это решение принимает? Решение принимает профитисту Российской Федерации. Федеральный центр. Федеральный центр. То есть, а вы им не можете довести, что люди задыхаются и умирают по большому счету? Мы доводим эту информацию. Ни одно письмо написано за подписью губернатора и комиссии Забайкальского края. И мы с Андреем Викторовичем выезжали туда, беседовали со всеми зампредами по этому поводу. Ладно. Какие у вас идеи, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки? В этом году, я думаю, что мы его не сдвинем, если отвечать честно. Ну, коронавирус-то быстро не закончится. Какие идеи все-таки? Долго ли мы будем жить в городе, который отравляет наши легкие? Увы, на этот вопрос ответа нет. Также нет и поставленных властями реальных целей в борьбе с загрязнением атмосферы. А город тем временем продолжает заполонять частные котельные и ТЭЦ. Периодические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие в своей эксплуатации источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, обязаны принимать меры по снижению выбросов загрязняющих веществ при неблагоприятных метеорологических условиях. Порядок принятия таких мер устанавливается органом государственной власти, субъектов Российской Федерации. В данном случае это приказом Министерства природных ресурсов Забайкальского края. Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного воздуха предусмотрена как кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, так и уголовным кодексом Российской Федерации. Пока местная власть уповает на федералов, люди вынуждены бороться с проблемами самостоятельно. Кто-то лишний раз не выходит из дома, кто-то покупает специальные маски, респираторы, а кто-то в результаты борьбы не верит, и единственным выходом становится переезд в другой регион. «Было такое, что и форточки невозможно было открыть, весь дым был дома, дышать нечем. И вот сейчас приехала, сразу чувствуется, там, конечно, такого нет, свежо, бело. А здесь, конечно, мрачно, мрачно. Сразу картина, как только выехала с аэропорта, сразу какое-то разочарование, когда уже другое видишь и начинаешь сравнивать, конечно». Переезд, конечно, выход, но не для всех. Как быть тем, кто продолжает жизнь столицы Забайкалья? Стоит ли готовиться к тому, что уже было в январе этого года? Тогда волна негодования охватила город. Напомним, уровень бензопирена в Чите превысил допустимый в 50 раз. Чего ожидать четинца в новом году? Очевидно.